Сегодня в преддверии нового спортивного сезона хоккейный клуб Чебоксары провел товарищеский матч с Саратовским Кристаллом. Вместе с болельщиками переживали за наших Ольга Пырочкина и Валерий Рязюков. До матча открытия Кубка Федерации Высшей Хоккейной Лиги ровно месяц. Ну а пока предсезонные домашние встречи. Они дают возможность понять, насколько коллектив готов к играм. Сегодня соперник клуба Чебоксара Саратовский Кристалл. С самого начала первого периода соперники создают опасную ситуацию ворот синий-белокрасных. Так наших называют болельщики. Однако затем Чебоксары начинают атаковать активнее и открывают счет. Первый гол забивает нападающий Антон Горбенко. Матч начался в 12 часов дня. Несмотря на то, что болельщиков на самом деле на трибунах немного, команду они поддерживают очень активно. Очень красивая игра, силовые приемы, интересно смотреть. Хорошо играют 3-1 впервые, так хорошо играют в первом периоде вообще. Я надеюсь, что они выиграют. В четвертый сезон на этом месте находимся, болеем всегда за нашу команду. Когда мы приходим здесь, болеем, мы будем всегда. Продолжили серию голов. Наши Антон Тихомиров и Сергей Иванов. Местная легенда под номером 74. В итоге на первый перерыв наша команда уходит с преимуществом в два очка. Счет 3-1. У вас есть любимый игрок уже в команде Чебокса? Иванов. Почему? Ну, хорошо играет, молодой. Не знаю, там, может вытащит нашу команду в КХЛ вообще. Он нападающий, дружно играет, шайбу дарит. Подарил мне шайбу. Шайбу в этот раз нападающий никому не подарил, но поклонники успели сфотографироваться и получить с наставлением. Добиться успехов и играть в нашей команде. Во втором периоде гости сравнивают счет 3-3. Градус игры нарастает. Здесь стоит отдельно отметить работу звукорежиссера матча. Вот, к примеру, как он музыкально проиллюстрировал удаление игрока с поля за нарушение. На удаление мы еще ставили Маликова «До завтра». Иногда ставим Зимфирова «До свидания». Если бывают стычки, мы ставим кота Леопольда. Давайте жить дружно, ребята. В последнем третьем периоде наши снова выходят вперед, но буквально за несколько секунд до окончания основного времени получают шайбу в свои ворота. 4-4. А в дополнительное время игроки «Саратовского кристалла» успевают забросить шайбу в наши ворота. Итог встречи в 5-4 в пользу гостей. В следующий раз дома Чебоксары сыграют с китайской командой «Ценгтоу» 18 августа. Ольга Паверичкина, Валерия Резюков, Республика.